приветствую друзья я бахтина елена я рада вас приветствовать на своем канале нажмите на колокольчик подпишитесь все там активируйте потому что у нас продолжается мифы как это о похудении что ли о стройности и так далее в общем мне задают вопросы на которые мне сложно на самом деле отвечать но я стараюсь заметили я стараюсь итак вопрос звучит так лен а если использовать различные жиросжигатели l-карнитин ну там мало ли какие жиросжигатели бромелайн то можно ли ускорить процесс этот мучительный процесс построения ну я вам должна сказать такую простую вещь конечно в нашем деле все методы хороши но кроме голода и так далее да безусловно все хорошо но моя задача чтобы вы не запутались в мелких деталях в которых проще всего запутаться давайте я вас сначала распутаю а потом посмотрим как мы можем применить бромелайн например который кстати я тоже действительно использую или l-карнитин первое надо остановить образование новых жировых молекул для этого нужно отредактировать питание в плане углеводов для этого вы должны завтракать обедать и ужинать корректно без передозировки по углеводам почему и завтракать и обедать и ужинать чтобы ваш организм случайно не заподозил что вы на нем экономить если алга организм накормленный если он каждый день получает все необходимое на сегодня у него и в голову ему не придет откладывать какие-то жировые молекулы это первый момент второй момент а в этом пункте большом нужно разобраться с углеводной компонентой этого питания то есть мы с вами договаривает договариваемся что вы ищете в интернете таблицу гликемических индексов и берете ее себе на вооружение распечатывать и прикалывать ее к холодильнику и все что на зелененьком фоне это гликемический индекс до 40 вам можно а все что на красном фоне на желтом фоне гликемический индекс выше 40 мы вообще не трогаем наша задача попросить наши жировые молекулы чтобы они пришли на митохондрии и были сожжены а теперь как работают жиросжигатели они это транспорт поймите жиросжигатели это транспорт мы должны поставить организм такие условия чтобы организм вынужден был расплачиваться добывать энергию из жировых молекул если есть жиросжигатели при этом переедать углеводы просто процесс липолиза никогда в жизни не запустится имейте это ввиду и второе ладно эти а молекулы транспортные молекулы бромелайн элькарнитин взяли жировую молекулу и уже тащат ее на мембрану митохондрии чтобы сжечь а извините если эти митохондрии у вас есть нет ну они конечно у вас есть в нужном ли количестве и теперь представьте вы съели много много жиросжигателей много жировых молекул пришло для сжигания на митохондрии а возле митохондрии у нас очереди организовались на каждую митохондрию стоит очередь из 3 4 жировых молекул на сжигание и они прям дерутся эти жировые молекулы друг другом год я первая пришла нет я первая пришла вы же наверно не хотите этого то есть если вы не развиваете количество митохондрий вы сами тормозите свой процесс и жиросжигатели не за мне сработают каким образом мы можем развивать количество митохондрий только физическая нагрузка в удовольствие еще раз говорю жир сжигается в митохондриях еще раз повторяю вы можете удвоить количество митохондрий если вы занимаетесь регулярной физической нагрузкой в удовольствие 21 день от занимались удвоили количество митохондрий но потом я не знаю если еще 21 позаниматься Вряд ли еще раз отводится, но, по крайней мере, вы можете действительно очень быстро увеличить их количество. Организм очень приспосабливаемая штука. Знаете, когда я это заметила? Один раз, знаете, что у нас идут гостевые дома? Сейчас гостевые дома у нас идут в четырех или пятизвездочных отелях. В системе все включено, но начинали мы не так. Начинали мы много лет назад с палаточных городков. Мы собирали туда всех, которые хотят все знать о здоровом питании. И просто у нас была такая развлекательная программа и по вечерам обучение. Вот так вот у нас все было. Ну и мною же интересуется, кто. Девочки 35+, а плюс это значит от 35 лет до 75 лет. Ну, в общем, собирается разноводростная категория такая. И мы сняли опушку в лесу с очень большим перепадом высот. Был верхний лагерь, а чтобы пописать, извините, и покушать, нужно было спуститься в нижний лагерь. И разница в этих высотах, ну, может быть, с трехэтажный дом был. Большие, очень крупные такие земляные ступени. И когда я впервые увидела, как мои 75-ти плюс летние барышни спускаются по земляным ступеням, я решила, что они 10 дней здесь не выживут, просто не смогут. Я посмотрела на это все, думаю, так, надо качественнее выбирать места. Вот реально. Но какое было мое удивление, когда где-то к пятому дню все летали по этим ступеням по 600 раз в день, и никто не замечал этих больших земляных ступеней. Это я сейчас. О чем организм выкрутится и будет делать то, что от него требуется в данных условиях. Поэтому, слушайте, вы же хотите сжечь лишние жирики. Поэтому вам обязательно нужно поместить организм в условия, когда он вынужден работать. Что это может быть? Вот если вы уже не работающий человек, то я думаю, что вам нужно завести хобби или работу пешим образом, чтобы вы много-много ходили. Если вы работающий человек, ну да, давайте я в примерах буду говорить. Я познакомилась с одной замечательным доктором. Когда вы приедете ко мне в Варну, я вас обязательно познакомлю. Я считаю, это уникальный остеопат. Ее зовут Агавни. В общем, она приняла участие в школе правильного питания, которое я вела в Варне. И она дала очень крутые результаты. Буквально за два месяца она помолодела лет на семь, по-моему, снизила вес, жир, мышечную массу развела. И я стала спрашивать ее, как тебе это удалось, Агавни, как тебе это удалось? А она мне говорит, ну я же прилежная ученица, я много работаю, и работа у меня сидячо-стоячая, то есть над пациентом. Поэтому мне пришлось что-то придумать, чтобы все-таки соблюдать двигательную нагрузку. Моя работа находится на расстоянии 8 километров от моего дома. Теперь я хожу на работу, работаю и хожу домой назад. Боже, она такая счастливая, она такая подтянутая, ни единой целлюлитки, ничего. Слушайте, ребят, я знаю точно, вы выкрутитесь. Ну ладно. Итак, мы про жиросжигатели. Итак, первое. Нужно сделать так, чтобы организм запустил липолиз. Иначе вы не получите эффекта от жиросжигателя. А для того, чтобы запустить липолиз, нужно разобраться с углеводами. Второе. Мы должны обеспечить место, где происходит липолиз. Удвоить или утроить количество митохондрии в наших телах. Так? И третье. Используйте, пожалуйста, жиросжигатели. Какие хотите, в каких угодно дозировках. Как правило, это натуральные вещи, тот же самый L-карнитин. Бромелайн самые такие, самые мощные, самые раскрученные, что ли, да? Мы их знаем. Вот. Почему нет? Используйте на здоровье. Но знайте, когда вы берете жирики, отправляете его на мембрану митохондрии на сожжение, митохондрия перегревается. Почему? Потому что митохондрии, они, конечно, молодцы. Они запасают большое количество энергии в молекулах АТФ, где-то 55%. Это очень высокий коэффициент полезного действия. Но 45% этой энергии тратится на нагрев самой митохондрии, вплоть до ее обугливания, сжигания. Именно поэтому после физической нагрузки, в момент физической нагрузки, вы красный, вы теплый, вы потный и так далее. Вот это и есть эффект рассеивания тепла. Так вот, если вы очень активно за себя возьметесь, то вы можете просто убить какое-то количество своих митохондрий. Обуглить, негротизировать, убить. Это будет дополнительный мусор в ваших клетках. Чтобы этого не происходило, любой человек, который заступает на физическую нагрузку, должен давать себе суточную норму по антиоксидантов. Что это может быть? Это могут быть природные антиоксиданты, например, экстракт из кожуры винограда или экстракт сосновой смолы. Это состав моего любимого антиоксиданта, гриппайн называется, производство НСП. Или вы можете взять любую соковую форму, например, сок нони или что-то на основе мангостина, например, мою любимую зомброзу. Вы можете использовать любой поливитаминный комплекс. Вот это будет вообще в кассу, потому что печень, ну я так по большому секрету вам скажу, терпеть не может физическую нагрузку. Потому что именно печень запускает липолиз, именно печень берет и из жиров делает глюкозу, которую можно сжечь, или посылает жиры на сжигание. Соответственно, печень, она очень витаминозависимая, антиоксидантно-зависимая и минералозависимая. Соответственно, нужно дать какой-то поливитаминный комплекс, чтобы поддержать печень в момент, когда вы стройнеете. Что это может быть? Ну, я всегда, я же практик, да, соответственно, у меня есть прям готовые схемы, которые я использую на базе продуктов компании NSP. Это самый мощный, самый качественный, самый проверенный товаропроизводитель, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве и в Европе. Соответственно, это может быть заброза, защитная формула производства NSP или суперкомплекс производства NSP. В общем, подоткните себе все тонкие места вашей программы стройности. Конечно, используйте любые жиросжигатели, конечно, используйте любые лазейки, но помните, что наша задача делать главные вещи, главные вещи. Мне очень смешно наблюдать за теми людьми, которые приходят в пиццерию, достают жиросжигатель, съедают пол пиццы, съедают жиросжигатель и запивают тетропаком сока. Вот это вообще смешно, бесперспективно, ну и вообще-то нивелирует метод. Я надеюсь, что была вам сегодня полезна. Если полезна, то так. Если бесполезна, так. Не будьте равнодушными. Поставьте что-нибудь и жду вас на следующей неделе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!